Добрый день, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Это небольшое видео будет интересно тем, кто использует компьютер на базе процессора Intel Xeon E5, либо для тех, кто планирует собрать недорогой компьютер на базе такого процессора. Также это видео будет интересно обычным пользователям, которые хотят проапгрейдить, купить более мощный процессор для своего компьютера. Если вы пользователь профессионал, хорошо разбираетесь в семействе процессоров Intel Xeon E5, то можете смело пропускать это видео. Оно для вас, скорее всего, будет неинтересным и не очень полезным. Хотя, с другой стороны, можете, конечно, посмотреть. Возможно, что-нибудь интересное новое для себя вы узнаете. Но перед тем, как мы продолжим, как всегда, прошу вас подписаться на мой канал и поставить лайк, если вы ранее этого не сделали. Если сделали, то спасибо вам, продолжаем. Итак, передо мной процессор, передо мной, перед мами, процессор Intel Xeon E5 2690 V4, ревизия SR2N2. Это финальная ревизия. И практически все процессоры, которые продаются на платформе Алиэкспресс, являются такой ревизией. Но все-таки рекомендую вам уточнять этот параметр, потому что могут попасться какие-нибудь предрелизные ревизии, ревизии, с которыми могут возникнуть и проблемы в дальнейшей работе. Приобрел я его за 25 долларов, что показалось мне очень приятной ценой, потому что ранее эти процессоры были значительно дороже. Также я думаю, что если попасть на какую-нибудь распродажу либо акцию от Алиэкспресс, Алиэкспресс любит часто проводить такие распродажи, то можно будет купить этот процессор значительно дешевле, скажем, долларов, например, за 20. Купил я этот процессор для того, чтобы заменить мой старый новый процессор 26 Intel Xeon E5 2680 V4 вот эти процессоры можно назвать, да, в принципе, они есть почти-почти близнецы, они по многим параметрам идентичны, но есть различия, ради которых стоит покупать 2690 V4. Итак, из базовых характеристик, ну, то, что они похожи, в чем они братья-близнецы, это то, что у них 14 ядер, 28 потоков, у них у обоих этих процессоров кэш-память 35 МБ, и эти оба процессора поддерживают максимальную для этого поколения процессоров память DDR4 2400 в четырехканальном режиме. Основное различие этих процессоров, это то, что в процессоре 2690 V4 увеличена на 200 МГц базовая тактовая частота, то есть, если у нас 2680 V4 имеет базовую частоту 2,4 ГГц, то 2690 V4 имеет уже 2,6 ГГц. Также увеличена на 200 МГц и частота в турбо-режиме, здесь у нас 3,5 ГГц, здесь у нас 3,3 ГГц. Увеличение частоты работы процессора повлекло увеличение TDP, и если у нас здесь 120 Ватт TDP, то здесь у нас уже 135 Ватт TDP. И 135 Ватт TDP это уже такая условно-граничная выделение, что некоторые материнские платы, если, допустим, у вас какая-нибудь старая материнская плата, либо не очень качественная, где плохая система питания процессором, то материнская плата старая может не потянуть процессор с таким TDP. Ну вот возникнут проблемы, вплоть до того, что материнская плата может, в принципе, умереть, ну, либо будут глюки в работе компьютера. Но это такой нюанс, если у вас более-менее современная материнская плата хорошо сделана, то никаких проблем не будет. Большинство плат на сокете 2011-3 нормально поддерживают процессоры с TDP 135 Ватт, а то и больше. Ну, эту информацию можно уточнить, рекомендую вам поискать в интернете на форумах какие-нибудь советы, описания конкретно под вашу материнскую плату. Лично я использую материнскую плату Куананжи Х99F8, и в своей материнской плате, конкретно в этой модели, я уверен, на все 100. Также я рекомендую материнскую плату Машинист MR9S, особенно если она новой версии, там, по-моему, шестая версия, с 8-фазным питанием, да, она тоже должна без проблем работать с данным процессором. Ну, в принципе, и другие материнские платы тоже будут работать, это я так на всякий случай уточняю, чтобы вы были в курсе и были, так сказать, подготовлены. Так, давайте еще немножко покручу, поверчу данные процессоры. Что еще скажу? Информация, сравнительная информация, ссылочки на полное описание характеристик данных процессоров я оставлю в описании к видео. Также в описании к видео я оставлю ссылки на продавцов данных процессоров, а также ссылки на продавцов материнских плат Huananji X99A8 и Машинист MR9S. Также, если у вас возникли какие-нибудь вопросы, либо, допустим, вы уже используете такой процессор с какой-то материнской платой, пожалуйста, поделитесь в комментариях, эта информация будет полезна для тех, кто, ну, там, собирает новый компьютер, либо делает апгрейд и, там, не уверен в своей материнской плате. Это будет очень классно и очень полезно для всего, так сказать, сообщества, любителей процессоров Xeon E5. Ну, а на этом, пожалуй, все. Всю полезную информацию, которая у меня была по этим процессорам, я вам рассказал. Надеюсь, информация вам была полезна, видео было интересным. Еще раз прошу вас поставить лайк и подписаться на мой канал. А на этом все. Всего хорошего. До свидания.